Это не просто эвакуация, это естественное проявление защиты национальных интересов. Казахстан возвращает домой своих граждан из воюющей страны. Да, это не просто. Согласовать маршруты, провести титанического труда переговоры, вызволить людей, которые еще недавно были в заложниках у самых на сегодня беспощадных и жестоких террористов. Но для нашей страны главным достоянием были и остаются ее граждане, где бы они ни находились и какие бы преграды ни стояли к ним на пути. Из Сирии эвакуированы 47 граждан Казахстана, в их числе женщины и 30 детей. Они обманным путем были вывезены в эту охваченную кризисом страну, где находились в заложниках у террористов. Многие люди, веря преступникам, приезжали в зоны боевых действий и погибали на войне. Людей, которые были доставлены на родину, мы поддержали. Вывезли в том числе и с помощью дружественных нам стран. Казахстанский борт доставил граждан домой. Заявление главы государства сразу после завершения этой беспрецедентной спецоперации. Это по его прямому поручению она благополучно состоялась. Это президент дал команду, как можно скорее спасти казахстанских женщин и детей. И на его личном контроле был сам процесс спасения от начала до конца. Эти невинные люди, оказавшиеся в такой сложной ситуации, были безмерно рады своему спасению. В течение месяца они будут проходить адаптацию и получать необходимую медицинскую помощь. Предпринятые усилия будут способствовать предотвращению подобных случаев. Казахстан всегда поддерживает своих граждан вне зависимости от их местонахождения. Наша главная задача – это обеспечение безопасности, защита целостности и единства страны. Мы продолжим работу по возвращению детей, не по своей воле находящихся в зоне боевых действий. Эти люди, похоже, уже и не мечтали, что когда-нибудь снова окажутся дома. Теперь каждым из них будут заниматься специалисты, возвращать их к мирной жизни, ценность которой они теперь понимают, как никогда. Сейчас у меня такое вот ощущение, что я многим оберзна Казахстаном. Я не знаю, там не плакать, то ли у меня смешно, что в шоковом состоянии было, как Хуанна. И я была в таком случае, как будто я предала свою страну. Что моя страна меня не оставила, вернула меня там. Потому что, ну, все-таки мы же предали же, как бы уехали туда, в чужую страну. То, что я вернулась наконец-то от того, что… Потому что меня же могли бы граждаться. И единственное то, что я столько лет потеряла, не могла мне свою роду. Эти дети практически ничего не видели, кроме войны, нужды и страха. Отцы, найдя смерть на чужой земле, оставили в самой опасной точке планеты своих близких. Внуки Бутагос Махатовой в том числе. Трое детей вместе с матерью остаются в зоне боевых действий. Многое они не знали. Уже когда, оказавшись там, я вот разговаривала по скайпу раньше с сыном. Вот в этом плане он говорил. Всегда, когда вспоминаю, я вот, я вот, мать, плачу. Он мне говорил всегда, мама, ты, говорит, меня прости, потому что я, говорит, не знала, что так случится. Вот постоянно, когда я вот это вспоминаю, я плачу. Вот сейчас так его нету. Мне, конечно, хотелось, чтобы он был жив, он приехал. Со всеми, кто приехал. Но мне его не ждать. Я вот в данный момент, я жду свою сноху, внуку хотя бы их увидеть. Всех, кто отправился из мирного Казахстана в чужую многострадальную страну, обманули. Теперь по вине необдуманных действий взрослых страдают дети. В Сирии, Ираке и Афганистане остаются 380 наших граждан. С ними около 500 детей. Есть данные о нескольких казахстанцах, казненных террористами в Сирии за попытку бегства. Когда начался этот конфликт, те, значит, вербовщики, в основном иностранные, они начали обращаться посредством интернета, других средств связи к нашим гражданцам. Эта пропаганда, она велась и в социальных сетях интернета, и при этом, значит, расписывалась та жизнь, которая якобы там существует. Вот, значит, говорили о том, что жизнь по справедливости, соблюдается все религиозные каноны, и тем самым завлекали людей вот этим обманом. Последовательную работу по недопущению вовлечения соотечественников в запрещенные экстремистские организации Казахстан проводит на постоянной основе. Результаты можно увидеть уже сегодня. Граждане страны научились отличать ложные псевдорелигиозные идеи и не поддаваться на провокации. За последние два года из Казахстана в Сирию не выехал ни один гражданин нашей страны. С начала этого конфликта, конечно, очень большая работа проводилась всеми заинтересованными госорганами. Ну, десятки и сотни лиц, они, значит, в результате вот этой профилактической разъяснительной работы были отведены от намерений выехать, значит, на эти территории. Нужно сказать, что проведя успешную спецмиссию, Казахстан получил очередной кредит доверия от международного сообщества. В Европарламенте, к примеру, констатируют, ко всем успехам дипломатических усилий страны, астанинского процесса по Сирии, добавилась демонстрация практических умений силовиков по вызволению из кризисного района казахстанских женщин и детей. А это серьезный сигнал защиты государства интересов и безопасности своих граждан. Это очень важная операция и очень символическая, потому что вне зависимости от того, сколько человек освобождено и вернулось в Казахстан, это показывает террористам, что Казахстан дал очень серьезный сигнал. Ваш президент сказал, что мы будем помогать каждому гражданину. И вот это, наверное, еще более главный политический посыл, что где бы ни жил гражданин Республики Казахстан, в какой бы точке мира он ни находился, государство будет его защищать и заботиться о нем. Президент четко дал понять, Казахстан продолжит работу по эвакуации своих граждан, что в очередной раз демонстрирует миру эффективность внешней политики государства как инициатора многих миротворческих процессов. И в этой миссии особо важна гуманитарная составляющая. В центре ее живые судьбы невинных людей, большинство из которых с момента своего рождения еще ни разу не видели родного по крови, безоблачного и такого пока еще далекого мирного неба. Сейчас где, знаешь, ты? Все хорошо будет, не переживайте. Спецоперация, которая состоялась по прямому поручению главы государства, не случайно носит название Жусан, степная полынь. Ее запах напоминает каждому казахстанцу о его родине. И как минимум 47 человек прочувствовали всю ценность мира и единства, признание родине, которая не оставила в беде и ценит каждого гражданина. В надежде, что и он ответит взаимностью. Не подастся на провокации бандитов, прикрывающихся религии и осознает всю ценность жизни в мире и созидании, которая для Казахстана стала обыденным. Это неразрывные составляющие. Но это не значит, что казахстанцы должны принимать это как должное. Вклад в укрепление мира и согласие в многонациональной стране необходимо делать каждому ее гражданину. Айгуля Дилова, Наурис Базаров, Женебек Мурзинов при поддержке телерадиокомплекса президента.